Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дорогие друзья, пятница продолжается на телерадиоканале Страна.ФМ. В Москве, 14 часов 4 минуты, в эфирной студии Роман Шахов. И у нас в программе «Лучшее в стране» сегодня гость. Внимание! Доктор экономических наук, профессор, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, председатель Совета Старейшин Государственного Университета Управления Алексей Михайлович Лялин. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо за такое замечательное представление. Всё, что есть, Алексей Михайлович. Спасибо. Всё это ваше. Итак, Государственному Университету Управления 100 лет. Я поздравляю вас как представителя этого прекрасного вуза. Благодарю. И расскажите, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах вы решили, что он появится в вашей биографии, а вы в его истории? Ну, наверное, как и у многих абитуриентов, родители помогли. И такое бывает. И вот в моей личной истории он появился именно по рекомендации, такой ненавязчивой рекомендации отца, который взял и выписал в журнал «Мировая экономика и международные отношения». Это в 60-х было? Это было в 60-х годах. Ну, а выпускник школы, заинтересовавшийся экономикой, конечно, обратил внимание на тогда Московский инженерно-экономический институт. Судьба сложилась так, что мне удалось поступить туда сразу после школы. Но сегодня, в год столетия, за моими плечами уже 43 года службы на этом поприще. Так что спасибо, что пригласили в программу. Для меня это действительно очень важная дата. И буквально через три дня, 30 апреля, мы будем отмечать день в день, час в час, тот документ, тот декрет, который был подписан в 1919 году. Есть ли какая-то история, Алексей Михайлович, как это все подписывалось, сохранились ли в истории вот эти все факты? При каких обстоятельствах, кто был инициатором, как вообще это все зарождалось? Вы знаете, наверное, по образцу многих ведущих университетов не только нашей страны, но и Европе, в нашем университете был открыт музей, где мы пытаемся сконцентрировать те материалы, которые относятся к исторической части развития. Все зарождалось так, что в России с развитием промышленности появились коммерческие училища, которые именно... Это еще до революции. Это еще до революции. И вот одно из них, Александровское коммерческое училище, и считается нашим прародителем, от которого мы считаем идет история. А после 1917 года, через небольшие промежутки, буквально полтора-два года, мы стали уже называться Московский экономический практический институт. Практический? Практический. Вот тогда очень были популярны методы стахановского движения, методы научной организации труда начали развиваться. Вот наш институт был одним из, наверное, первых ведущих именно в этой области. А вот преподавательский состав. Кто были эти люди, которые стали первыми преподавать тогда еще в институте? Ну, это, конечно, были те специалисты, которые от царского времени постепенно переходили и на рельсы социалистического хозяйствования. Это были люди, которые, прежде всего, верили в будущее. Они работали с молодежью, они понимали необходимость индустриализации страны. И постепенно именно они создали тот костяк коллектива, который в 1930 году представил и получил уже наименование Московский инженерно-экономический институт. Вот момент индустриализации, он и обусловил переход не только на инженерные, но еще и на те экономические знания, которые необходимы были студентам. Дорогие друзья, мы очень скоро продолжим общаться с Алексеем Михайловичем. Вы оставайтесь в компании «Страны ФМ». Небольшая пауза. Дамы и господа, Алексей Михайлович Лялин в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Мы продолжаем говорить про замечательный вуз, которому, между прочим, 100 лет, если вы только что присоединились, это Государственный университет управления. Сразу ли он появился там, где мы знаем, на Рязанском проспекте? Или где-то еще было здание? Знаете, это, наверное, целый слой, исторический слой, потому что сначала вуз, да как и многие вузы сегодня в Москве, располагались в целом ряде зданий в различных точках. У нас было здание на Подсосинском переулке, Мечников переулок. Мы располагались на Малой Коммунистической в районе Таганки. Но мы вот все воспитанники школы нашего замечательного ректора Козлова и Олимпиады Васильевны, которая 35 лет была ректором. Она была первым, если они же Васильевны, нет? Нет, она была первым после Великой Отечественной войны ректором. Она с 1950 года. И вот она сумела отстоять позицию, что должен быть студенческий кампус. И вот получив около 17 гектар земли тогда почти на окраине Москвы, а сейчас, можно сказать, в золотой середине, между третьим и четвертым кольцом, началось строительство этого комплекса. И сейчас мы можем просто, наверное, гордиться тем, что это единственный кампус среди вузов Москвы такого замкнутого блока, замкнутого цикла. Вот уже три очереди строительства завершены. Это примерно сейчас около 60 тысяч квадратных метров учебных площадей. Это два общежития, примерно на 2-2 200 мест. Это отдельный спортивный комплекс с бассейном. Ну и приезжайте к нам. Это, я думаю, замечательная лужайка в центре кампуса, где студенты очень любят проводить свое время. Алексей Михайлович, может, не все знают, в чем преимущество кампуса? Вот что это, как можно характеризовать? Преимущество кампуса? Ну, наверное, одно из преимуществ то, что студент, войдя в кампус или пройдя через проходную, он получает свободу, абсолютную свободу посещения любых помещений, лабораторий, кафедр. Все это замкнуто. Ну, может, это нехорошо, но есть замкнутый цикл пешеходного перехода. Мы можем из одного корпуса в другое переходить и в зимнее, и в дождливое время, не надевая пальто, не выходя на улицу, а значит, и общение более тесное. Здесь же и центр учебно-воспитательный. То есть ребята, придя утром в университет, иногда смотришь, их приходится вечером просто просить уже покинуть помещение кампуса. Комфортная среда, которая, собственно, человеку дает возможность жить учебой. Да, это и библиотека, и библиотека, и комбинат питания, ну, спортивный комплект, все именно в том блоке, который позволяет им чувствовать семью, вот эту студенческую семью. Насколько сложно поступить? Вот что вам говорят люди, которые уже поступили? Сложно ли им было или очень сложно? Люди говорят и то, и другое, бесспорно. Если человек наметил конкретную цель поступления в наш ВУЗ, если он обладает реальными знаниями в средней школе, то я не вижу ничего сложного. Потому что ведь, согласитесь, целый ряд молодежи подает заявление, не совсем реально оценивая свой потенциал. А тот, кто нацелился и идет к нему, как правило, он добивается своего. Достаточно сказать, что средний балл у нас неплохой, совсем неплохой, около 80 баллов по отдельным дисциплинам. А прием, в прошлом году у нас был прием, допустим, более 1500 человек мы приняли. Это все-таки солидный прием. При конкурсе примерно 3-4 человека на место, а сейчас они могут подавать на несколько специальностей, он немножечко и больше. Мы считаем уж по-старому. 3-4 просто, если человек на одно место подал. Это если человек учится на 70-75 баллов в школе, сдает ЕГЭ, то это практически гарантия поступления. И сейчас, пока школьники заходят на сайт университета, мы сделаем маленькую паузу, после которой вернемся. Почитайте пока. Друзья, Алексей Михайлович Лялин в гостях у теле-радиоканала «Страна-ФМ». Мы говорим о прекрасном ВУЗе, которому и исполняется 100 лет. И говорим, уже начали говорить о тех людях, которые туда поступают. И давайте поговорим о тех специальностях, которые, ну вот, топ, да? Куда люди больше всего приходят? На что, на какие специальности, что алчат получить студенты современные, какие знания? Ну, что тут можно сказать? Конечно, менеджмент. Это как была, так и есть ведущая наша специальность и ведущий профиль. Не случайно мы считаемся первым в стране управленческим ВУЗом. Именно подготовка управленцев, начиная примерно с 1970 года, лежала в основе работы всего коллектива. Сейчас ребята очень внимательно смотрят на специальности, связанные с маркетингом, на специальности, связанные с государственно-муниципальным управлением, на юриспруденцию в области управления. Немаловажно, вопросы, связанные с социальной сферой жизни общества, это вопросы, связанные с менеджментом в медицине, в спорте, в шоу-бизнесе. И такие специальности у нас есть. Очень популярны специальности, связанные с туристским бизнесом. Это, например? Например, это так и есть управление в сфере туристского бизнеса. Это и гостиницы, и поездки, и туры. Это все нужно управлять. И вот как управлять, именно мы и стараемся ребятам подсказать, как это лучше сделать. То есть, как вы видите, спектр специальностей нашего института очень широк. У нас сейчас около 80 образовательных программ. То есть приходите, выбирайте на свой вкус, на свой цвет. Алексей Михайлович, то есть, получается, главное, что объединяет вот эти специальности, что человек должен уметь брать на себя ответственность, должен быть внутри с таким стержнем. Все-таки это руководитель, это менеджер. Конечно. Как школьникам себя протестировать? Какие вопросы себе задать? Может быть, он даже в себе этого потенциала пока не ощущает? Если какой-то тест-драйв, само-тест-драйв. Что? Как поступить? Ну, видите, школьники сейчас настолько продвинуты, что, думаю, они себя уже во многом ощущают. Это мы чувствуем хотя бы по тем конкурсам, которые проводятся даже по программам школьного образования города Москвы. Ребята во многих школах проводят уже конкурсы, направленные на управление тем или иным объектом, той или иной бизнес-структурой. У нас проводится конкурс, допустим, про проекты, когда ребята десятых-одиннадцатых классов могут прийти в университет, подать заявку на свою программу, на свой проект и посоревноваться со своими коллегами. Причем победители этих соревнований имеют определенные привилегии при поступлении. Ребята молодые сейчас вызывают просто удивление. Я рад такому вот будущему пополнению студентов. А чтобы окончательно себя протестировать, пожалуйста, у нас есть центр дополнительного образования. Можно туда прийти. Мы планируем уже со следующего года открыть универсариум и будем лучших ребят десятых-одиннадцатых классов обучать непосредственно в нашем кампусе. Готовить уже практически. Да, готовить конкретно, конкретные специальности для менеджмента и для поступления, и для дальнейшей работы. Это уже будет, получается, этим летом можно... Нет, это будет... Я затрудняюсь вам жестко ответить, но со следующего лет это будет абсолютно точно. Дамы и господа, давайте осмыслим всю эту информацию в важную для нас маленькая паузу, ну а потом вернемся к разговору. Дорогие друзья, мы продолжаем этот телерадиоканал «Страна.ФМ». Мы сегодня чествуем замечательный государственный университет управления и продолжаем общаться с Алексеем Михайловичем Лялиным. Какие мероприятия, какие торжественные события, праздничные приурочены к тому, что вузу 100 лет? Вы знаете... Что будет, да? Ну, прежде всего и бесспорно, это будет собрание трудового коллектива. Мы 30-го планируем, что весь коллектив соберется у нас в кампусе, в актовом зале, и мы, наверное, поздравим друг друга с этим юбилеем. А если говорить о мероприятиях в городе, то, прежде всего, конечно, я бы хотел пригласить наших коллег, наших сторонников в музей современной истории «Тверская-21», где будет развернута выставка по практически характеризующие все этапы жизни университета. Кроме музея современной истории, планируются две большие экспозиции на Никитском и на Гоголевском бульваре, также связанные с теми этапами жизни коллектива, которые за 100 лет, ну, хотелось бы отметить. Конечно. Мы планируем, что мы отметим и наших видных ученых, которые работали с момента основания до сегодняшнего дня. Вот уже сейчас мы готовим издание отдельной книги, где ученые будут представлены, ну, исходя из тех научных направлений, которыми они занимались. А здесь есть о чем сказать и не только персонально, но и, ну, допустим, у нас работает 8 академиков Российской Академии Наук, у нас работает 5 членов-корреспондентов, мы можем даже по фамилиям пройти. Мы рады, что одним из них является, допустим, Академик Глазев Сергей Юрьевич. Буквально вчера мы получили юбилейные издания книг, по нашим годам жизни. Это книги, как немножко поподробнее о них. Это подробные книги, которые написаны коллективом университета, которые включают в себя все исторические этапы, и этап становления коммерческого образования в России, и этап развития инженерно-экономических специальностей, и, конечно, самое главное, это переход вот на управленческую составляющую. Это, повторюсь, это примерно 1970 год. Первая кафедра по этому направлению подготовки была организована той же Олимпиадой Васильевной в 1966 году, а с 70-го мы уже начали непосредственную подготовку. В 70-м вы закончили, да? Я закончил в 70-м, но еще у меня инженер-экономист записан в дипломе. Так что я не имел чести удостоиться звания менеджера, что начали ребятам практически с 75-го года, а именно тогда было постановление правительства страны о переходе нашего вуза, о переименовании из инженерно-экономического в Московский институт управления. То есть раньше не было слова менеджер, а был инженер-экономист. Сначала был инженер-экономист, потом стал специалист в области экономики и управления той или другой отраслью народного хозяйства. Вот это примерно с 1975 года. Какая отрасль тогда требовала больше всего инженеров-экономистов, ну а потом менеджеров в 70-х? Куда больше всего шли выпускники? Вы знаете, непроходящая роль строительства. Строительство, как было, так и сегодня, это достаточно активно развиваемая сфера деятельности. Машиностроение. В то время активно развивалась химическая и металлургическая промышленность. Я уж не говорю об энергетике или топливно-энергетическом блоке, который продолжается и сейчас культивироваться среди наших специалистов. Скажите, пожалуйста, Алексей Михайлович, студенческая жизнь, кроме того, что серьезные предметы, лекции, что еще там ждет ребят, которые собираются связать свою жизнь с вашим вузом? Ну, вы знаете, вот мне приходилось в последнее время очень активно работать с нашими выпускниками. И сложилось так, что, ну, минимум 50-70 семей – это семьи наших выпускников, которые жили в общежитии, заканчивали университет, нашли свою половинку в университете и, конечно, жили вот этой замечательной студенческой незабываемой жизнью. Ну, понимаете, можно много о ней рассказывать и с такими горящими глазами. Так, это и конкурсы, и семинары, и спортивные соревнования. Но как наиболее яркий пример, я бы привел пример команда КВН, которая у нас не только в высшей лиге, но, по-моему, в 2008 году она была даже победителем высшей лиги команд КВН. Вот сейчас у нас в ВУЗе, наверное, команд 10-12 между собой соперничает, чтобы только создать костяк университетской команды КВН, а она выступает у товарища Маслюкова. Александра Васильевича. Александра Васильевича, да. Кстати, ну, может быть, это и не секретная информация, но его сын заканчивал наш институт. На минуточку, друзья. На минуточку, да. Лучшее в стране. Друзья, мы встречаемся сегодня с Алексеем Михайловичем Лялиным на телерадиоканале «Страна-ФМ». Мы поздравляем Государственный университет управления со столетием и несколько слов о тех людях, которые дарят знания приходящим туда студентам, которые делают из них этих специалистов высококлассных. Спасибо. Мне видится, что если придут ваши дети к нам в университет, то они придут в надежные руки. Почему я так уверенно об этом говорю? Вот, проработав более 40 лет в университете, я помню несколько поколений преподавателей. И вот лучшие традиции, которые были заложены еще в Александровском коммерческом училище, они передаются и у преподавателей из поколения в поколение. Особо бы хотелось поговорить о тех преподавателях, которые составляют вот последнюю плеяду, плеяду перехода на управленцев, подготовки управленцев. Ведь все это начиналось тогда, когда Олимпиада Васильевна, создав первую кафедру, создала и методику преподавания управления, эксклюзивную методику преподавания управления у нас в стране. То есть сами ее разработали? Сами разработали, и первый учебник, который был в нашей стране, это именно учебник этой кафедры. Это «Основы научного управления». И вот с тех пор мы с уважением вспоминаем тех, кто этот учебник писал. Это и Козлова Олимпиада Васильевна, и Румянцева Зинаида Петровна. Их учениками стали люди, которые возвалили на себя всю эту ношу уже в 70-е годы. Это, допустим, профессор Галкин, профессор Левошкин, профессор Соломатин. Я вам называю профессуру, которая, ну, наверное, была ведущей в каждой из отраслей народного хозяйства страны. И именно вот эта специфика, давать конкретику, отрасли, конкретные технологии и методы работы в отрасли позволяла нам выпускать достаточно квалифицированных специалистов. Очень важным шагом был шаг, который у нас 20 лет ректором был, замечательный человек, Пошнев Анатолий Георгиевич, член-корреспондент Академии наук. Очень важный шаг он сделал. Мы заключили договор тогда с Академией наук СССР. И постепенно этот договор заставил нас организовать ряд кафедр, возглавляемых ведущими академиками. Ну, допустим, Богомолов академик, Макаров академик, Львов Дмитрий Семенович. Восемь, я уже говорил, восемь академиков возглавляло у нас кафедры ведущие. И ладно бы это были кафедры, которые работали только с аспирантами. Нет. Был организован целый цикл публичных лекций академиков для студентов. И вот молодые ребята, у которых формировалось вот это вот управленческое мировоззрение, выслушав эти лекции, они именно подняли качество нашего выпускника еще выше. Ну и, конечно, та плеяда профессуры, которая сейчас работает. Сейчас это около 140 профессоров по всем перечисленным направлениям подготовки. И большинство из них – это люди-воспитанники и Олимпиады воспитания Козловой, и Анатолия Георгиевича Пошнева. И вот эти традиции мы продолжаем и развивать. Значит, есть еще, дорогой Алексей Михайлович, совет интересный. Вот о нем расскажите, пожалуйста. Совет старейшин. Чем занимается этот совет старейшин? Куда вы входите? Ну, мне довелось, я удостоился чести руководить этим советом. Вот. Так. Это состав, ну, наверное, ведущих преподавателей, кадровых работников университета. Это 24 человека, которые проработали в ВУЗе, как правило, не менее 35-40 лет. Что мы? Прежде всего, мы хотим сохранить традиции нашего университета. За последний год работы мы подготовили, нам видится, неплохой документ, который в ближайшее время мы на публичное обсуждение выдадим. Это публичное обсуждение там, в университете? Да, пока в университете. Но есть задумка, может быть, бросить перчатку другим ВУЗам для подобного документа. Ну, хотя бы по названию, мы очень озабочены сегодняшним мировоззрением, патриотическим и идейно-воспитательным процессом с нашими студентами. То есть мы не хотим замыкаться только на профессиональных знаниях. Мы хотим, чтобы наш выпускник, ну, наверное, был тем эталоном бизнесмена или управленца, который все-таки в недалеком будущем должен выше и выше поднять нашу страну, даже в соответствии с теми вот указами майскими, которые в прошлом году были опубликованы. И вот Совет занимается именно вот такими вопросами стратегического плана, которые при их одобрении могут вложиться и в стратегию развития всего университета в целом. Ну, смотрите, я так понимаю, что поступив в Ваш ВУЗ, человек может получить практически любую управленческую должность, включая до самой высшей должности в государстве. Бывает, бывает. Понимаете, то есть, дорогие школьники, если Вы хотите стать, например, президентом страны, то вот Вам прекрасный пример того учебного заведения, которое поможет Вам достичь этой амбициозной цели. Ну, если говорить о наших наиболее выдающихся выпускниках, то, ну, допустим, вот сейчас министр сельского хозяйства господин Патрушев. Это наш выпускник. Ну, допустим, губернаторы, наверное, трех ведущих регионов страны. Это Никитин, это Нижегородская область, это Ростов-на-Дону, Голубев, Василий. Это выпускники нашего факультета. Я не говорю уж об уровне департаментов, потому что многие ребята работают и в государственных структурах, и что приятно, многие занимаются реальным бизнесом. Вот представьте себе, первое малое студенческое предприятие было организовано у нас еще в 1986 году. Только перестройка началась, а у вас уже... Вот многие москвичи, да, многие москвичи, наверное, видели один из магазинов иконика. Вот это наши ребята. Сейчас они превратились в целую корпорацию, в Алар, так называемую. Но ребята, заканчивающие нас вуз, могут выходить из вуза уже либо с готовым стартапом, либо с готовым малым предприятием, либо с собственным бизнесом. Вот. Вот это многие услышали. Ну, можно привести еще один пример. Допустим, в списке Форбс три наших выпускника. Прекрасно. Коммерческая тайна фамилий, но... Но все равно... Но три человека... Это хороший список. В этом списке есть. Большое спасибо. Я поздравляю вас со столетием вуза. Благодарю. Дорогие друзья, доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, председатель Совета старейшин Государственного университета управления Алексей Михайлович Лялин. Еще раз благодарю и приглашаю на наше торжество. Спасибо. До новых встреч. Благодарю. Всего доброго. Лучшее в стране.